доброе утро с вами елена першина сегодня расскажу интересные факты о нашем здоровье по данным врачей ревматологов болезни суставов молодеют поэтому боли могут появиться любом возрасте и полностью изменить ваш привычный образ жизни многие из нас прибегают к народным методам лечения но врачи предупреждают что это может навредить вашему здоровью другие вооружаются лекарствами которые могут вызвать осложнения как же не допустить ошибок в лечении боли в суставах во-первых не допускайте длительного приема самостоятельного длительного приема этих препаратов более трех дней если вы понимаете что болевой синдром не купировался за три дня то обязательно нужно показаться лечащему врачу во-вторых подбирать препарат с учетом ваших сопутствующих заболеваний о чем я сказала чуть выше это простая классификация этих препаратов поможет вам выбрать все-таки нужный для вас препарат в зависимости от того чем вы страдаете дополнительно помимо суставов обязательно нужно обращать внимание на совместимость принимаемых противовоспалительных препаратов с другими вашими препаратами которые вы пьете по сопутствующим вашим заболеваниям и ни в коем случае не мешать скажем так два и более противовоспалительных препаратов один день утренняя зарядка это отличный способ правильного начала дня она пробуждает организм после сна обеспечивает заряды энергии отличное настроение на весь день и улучшает самочувствие к слову выполнять зарядку следует не только взрослым но и детям как правило утреннюю зарядку проводят в утренние часы можно проводить и после дневного сна если например у ребенка имеется режим дня лучше начинать в проветриваемом помещении если это малыш до года вот именно когда мы проводим мама массаж делает малышу в этом случае нужно все-таки в комнате быть комфортная температура потому что проводятся воздушные ванночки и чтобы малыш себя комфортное чувство если это ребенок более старшего возраста здесь можем сделать более прохладную воздух в комнате как раз таки после проветривания если есть возможность мы можем даже проводить зарядку на свежем воздухе это даже будет полезнее как правило все-таки надо проводить на голодный желудок если все-таки малыш покушал то надо подождать час можно попить воды и начать занятия в целом продолжительность 5 10-15 минут и здесь тоже зависит от возраста малыша если это малыш дошкольного возраста то не более пяти минут если уже старше пяти шести лет то тут мы можем 10-15 минут надо помнить что упражнения именно в утренней зарядке должны больше на растяжку на разминку но никаких силовых упражнений удивительно но на нарушение осанки влияют наши эмоции например из-за постоянного стресса и плохого настроения у нас опущена голова а спина напоминает знак вопроса но какие еще причины приводят к неправильному положению спины причин вызывающих неправильно осанку прежде всего если так как делить на две большие группы то это врожденные причины то есть которые могут быть заложены на генетическом уровне которые могут проявиться результате родовой травмы которые соответственно нас по каким-либо причинам сформировались независимо от нас вот это вот одна большая группа и связано с ним заболевание вторая большая группа это уже приобретенные то есть то что на нас накладывает отпечаток внешняя среда социум образ жизни то есть это и наше неправильное положение на работе то есть когда 12 часов сидим 8 12 часов неправильно в одной сидячей позе соответственно правильная сам другая причина например какие-то приобретенные травмы боль в колене может иметь множество причин травму механические повреждения воспалительные процессы в организме лишний вес невриты и другие неврологические расстройства боль в коленном суставе может свидетельствовать нам о заболевании аутоиммунном ревматологическом например при ревматоидном артрите поражаются коленные суставы при псориатическом анкилозирующем спонзилите очень часто воспаление в коленных суставах возникает при реактивном артрите это такой вид артрита который возникает пациента после перенесенной инфекции любой дыхательных путей мочи половой кишечной инфекции так далее также боль в коленных суставов как вы правильно сказали бывают связаны с отложением солей как это говорят в народе на большом счете это повышенный уровень мочевой кислоты или отложение кристаллов пирофосфата в области коленного сустава это тоже может приводить к возникновению болей сегодня рассказала вам про ошибки в лечении суставов о причинах боли в колене о пользе утренней зарядки для детей и о том почему мы сутулимся а с понедельника мы продолжим рассказывать о секретах нашего здоровья будьте здоровы и и и